Друзья, приветствую! Евгений из Пятигорска прислал посылку в посылке образцы масла Shell Helix HX8 540. Сейчас я вам вскрою, покажу. Свежая отработка. Описание. Вот описание масла. Условия эксплуатации. Это у нас Lada 2114 1.6 8-клапанный мотор. Моточасов средней скорости нет. С чипом примерно 120 сил. Ну и вот здесь описан уровень переделок, фильтры и прочее. Значит пробег 120 тысяч. На 20 тысяч назад мотор капиталился. Давайте посмотрим, что получилось. Два образца. Свежая отработка. Ну и погнали. Так, эталон данного масла у меня был, поэтому сейчас я свежее от Евгения сравню с эталоном. Вот я пишу новое и посмотрим, что намерит прибор. Так, еще чуть-чуть. И здесь следующая картина. Посмотрите, уровень противоизносных присадок 132 процента. Такое часто бывало и по Mobil и по Shell. Тут не очень давно было. Это однозначная рецептура, потому что нитрование снижено в два раза. Ну, очень похоже. В эталоне 1.63 было кислотное и 2.4 щелочное. Здесь щелочное чуть повыше и кислотное повыше чуть-чуть. Так, видите, значит тут по воде ноль почему-то такой образец. Ну, 100 процентов. Ну, не 100, может быть 99,99 сотых. Это изменена рецептура, какой-то компонент поменяли и поэтому вот значит по противоизноскам такой подскок. Я вот недавно ультру делал и такая же ситуация была. Так, смотрите, значит это Lada, как я уже говорил. 1.6, 8-клапанник, 120 сил на чипе. Так, пробег на масле 5500 километров, моточасов нет, средней скорости нет и использовалось 80 процентов в городе. Посмотрите, какая картина. Значит 89 процентов по противоизносной присадке. Да, кстати, я обновил эталон под эту новую рецептуру. Самое тревожное, что здесь есть, это 0,7 гликоля. Возможно, что-то не так сделали. Ну, скорее всего, антифриз попадает, мне кажется. Опять же, нитрование достаточно такое высокое, здесь какие-то что-то с форсунками и сам Евгений предполагает, что смесь может быть богатая. Да, очень похоже, что богатая смесь. Опять же, 0,04 процента сажи, но это нормально для городской эксплуатации. Нарастает кислотная 2,97 и еще большой запас по щелочному 9,2. То есть, в общем-то так. Ну и около 1000 ппм воды. Вода и плюс такой уровень гликоли, скорее всего, антифриз попадает в масло. Где-то может быть трещины в голове, может быть прокладка. Недостаточно хорошо плоскость сделали, на мой взгляд. Могу ошибаться, это так предположение мое. Сейчас покажу вам, значит, что произошло с вязкостью. Закладываю свежую отработку. Да, видим разжижение. По моим данным, около трети, 36 процентов от максимального. Вот видите. Значит, максимальный, еще раз напоминаю, это до красной зоны. То есть, то, что отмечено линейками, рисками предельного разжижения и предельного загущения. Кстати, они по длине разные, то есть загущение покороче поля. Так, не забывайте отметить видео, подписаться на канал. Кто не подписался, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И сейчас покажу вам, что получилось по ресурсу. Так, моточасы я убрал здесь, нули. Получается, что по моющим, нейтрализующим свойствам 12 500 километров. Ну, видно жирное масло, запас у него просто огромный. Значит, приехало масло по нитрованию 6500. Но это, скорее всего, вот богатая смесь. Забогаченная смесь, поэтому и вот такой результат. То есть, быстрее образуется оксид азота и они сокращают ресурс масла. Ну и по вязкости. Несмотря на такое разжижение, хотя это нормальная для городской езды, более 15 тысяч километров с нынешней тенденцией по вязкости масло может выдержать. Вот такая картина. Видно, что масло очень крепкое. Я посмотрел, российский сайт, все страницы заглушены. Шелл закрывает лавочку, уже, наверное, закрыл. Вот в описании к маслу я обычно под видео прикладываю описание к маслу. Приложу ссылку на глобальный шелл. Ну, понятно. Может быть, кто-то будет параллельным импортом завозить, наверное, этот шелл. Вопрос в стоимости, ну и уже, соответственно, в целесообразности. Вот такая картина Евгению. Что можно посоветовать? Посмотреть все-таки, где и что происходит с антифризом, потому что гликоль 0,7 достаточно такой тревожный уровень. Не скажу, что это криминал какой-то, но есть попадание, а гликоль в масле нехорошо. Вот. Ну, по остальным параметрам, в общем-то, вы видели. Скорее всего, рецептура также обновлена. Но это свежая какая-то рецептура. Здесь SN+. Вот. Что-то из компонентов заменили, как я уже говорил. Ну, в общем-то, вот такой получился тест. Благодарю Евгения за предоставленные образцы. Все, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.